здрасте всем друзья привет улинки мы продолжаем играть в ферму потихонечку купим денежки и уже у нас на балансе 2 с копейками миллиона потому что я задрот ладно потому что у меня много свободного времени на работе чтобы делать контракты значится что у нас происходит после прошлой серии я сеял и чумень на наше поле он за это время успел созреть как мы там в это сколько кстати катались и прям пока мы катались я его собрал и спросил у ребят спонсоров а что же там засеять эти самые ребята мне сказали сей канолу охрен его знает зачем но короче я посеял как сказали так и было вот сейчас у нас там один трактор ездит делает контрактик тоже сейчас много контрактов на удобрение есть поэтому сейчас занимаемся удобрением почти половину полей наверное я посеял сам собственными силами может даже больше половины скоро начнем их убирать чужие поля и там за контракты вообще будут дохрена денег платить вообще если мы посмотрим статистику по последним дням то смотрите мы в прошлой серии потратили 300 тысяч на строительство миллион сто на новую технику но доход по контрактам составил миллион в этот день уже есть миллион плюс уборки урожаев вот пошли 290 тысяч тут короче будет полная жесть опять-таки если мы вернемся например какую-нибудь трактор от селка у нас много работала до что нам тут статистика скажет плохо конечно видно тут пересекается с автодрайвом но семян посеяно 145 кубов засеяно 524 гектара у него бак на 600 литров это он получается уже пять раз заправляться ездил самое можно посмотреть статистику по 2 селки на нас а жалко то 118 кубов тут не так много в основном у нас там пшеница овес всякого такой ячмень сеялась но все равно в общем то видите что времени я не терял по поводу уборки урожаев например но на уборку урожаев я беру технику в аренду но вот этот чел уже успел наездить 811 километров развозя урожай и всего он перевез 7 миллионов литров всякого урожая короче много всего сделал ну ладно речь не об этом речь у нас сегодня пойдет о лесодобывающей промышленности у нас накопились денежки поэтому нам надо купить территорию с лесом и поставить надо будет лесодобывающую какую-нибудь хреновину как мы уже выяснили что мы в общем то вот эту вот штуку возьмем вот эту территорию она довольно таки большая здесь лес если что его можно будет потом опять-таки засадить если он вдруг понадобится поэтому что мы делаем я во первых мы покупаем эту самую территорию 906 тысяч она стоит купить там у нас остается полтора миллиона денег также друзья мы наверно в аренду я не хочу покупать в аренду возьмем скорпиона скорпиона берем вот этого это модовый который пилит по 12 метров бревна при 22000 хотя за 440 но я не знаю у меня есть такое предположение что я мне хватит того что мы напилим здесь я не очень большой любитель пилить лес здесь его довольно много вот и в будущем надо будет еще друзья нам поставить здесь объекты вот эту вот хреновину лесопилка 985 тысяч она стоит это здоровенное здание и куда бы его здесь вообще запихнуть наверное где-то вот здесь мы его будем запихивать с этой вот стороны надо будет вот это вот все расчищать или даже вот так вот она наверное идеально влезет с домиком да и соответственно вот это вот территория которая внутри да слушать она нормально сюда влазит плюс вот на эту территорию внутри можно будет поставить толярную мастерскую производства поддонов вот так вот все круто а сейчас мы это дело ставить не будем блин или купить территорию под эту штуку отдельно не хочется здесь просто строить в общем то не знаю надо решить опять-таки короче товарищи спонсоры вопрос вам на засыпку принципе как показывает практика деньги то не особо большая проблема вот эту хреновину можно поставить куда-нибудь другое место можно даже не знаю купить поле небольшой вот это 63 и лесопилку поставить здесь сделать красивый подъезд можно даже будет выделить здесь какое-то место на сколько ты стоишь во первых 420 тысяч неплохо короче мое предложение но я жду предложений от вас а вы купить вот это поле поле отсюда соответственно убрать чтобы это было не поле можно будет урожай канолы собрать отсюда конечно и потом здесь засеять траву поставить вот эту вот лесопилку в принципе здесь будет недалеко ездить отсюда если что чтобы возить эти бревна на переработку также может быть на этой территории можно будет какие-то склады построить или что-то еще но в общем то можно будет и варианты есть поэтому короче в комментариях на бусте давайте кочерканите что здесь надо делать на самом деле как скажете так и сделаем значит далее что у нас будет происходить я сейчас запись этой серии закончу и завтра во вторник вечером мы проведем стримец на котором попилим деревья что-то знаете мода пошла стримы с или с этим с пилением господи с лесозаготовками да вот в общем то я тоже буду в трендах короче такое сделаю че не здесь попили о днем на работе если будет время я еще немножко по делу контрактиков может быть какие-то денежки еще приеме прибудут у нас на балансе а вот надо будет еще разобраться как работает это производство поддонов которое размещается на территории лесопилки это прямо интересно но ребята в общем то немножко еще поработаю на полях проведем стримец и встретимся подведем итоги может быть что-нибудь построим посмотрим что вообще к чему ну и вот так вот теперь выглядит эта полянка собственно друзья у нас прошел стримец на этом стриме мы попилили немножко деревьев вот это вот небольшую территорию выпилили ссылка на стрим если я не забуду у меня знаете ли память как у рыбки могу забыть ну короче ссылочку на него я оставлю в описании так вот выпилили мы тут небольшую полянку выкорчевали все пеньки и в те же самые места в которых были деревья я засадил еще раз сосны пускай растут значится если этого будет мало они не будут успевать расти у нас будет расход древесины больше что тут в принципе еще до хрена леса есть можно чего попилить будет это в общем то не проблема купили мы новый трактору такой на стриме еще кстати лесопосадочную вот эту вот хреновину и корчевалку к ней в общем допускается все дело здесь стоит также вот получилось у нас такая вот куча бревен я их по 11 метров пилил разумеется тут и мусора много осталось и где-то тут еще одно дерево вот оно должно валяться которое соскочило его придется вручную отнести также друзья было куплено еще одно поле да и контрактики я между этим делом вот пока на время шло до сюда еще контракты делались поэтому баланс немножко прибавился было куплено еще 63 поле мы на него решили ставить лесопилку я уже в общем то придумал как это будет работать так что осталось только дождаться пока это самое поле до убирается тут минут 10-15 осталось им убирать и все будет четко поле это я купил заранее чтобы удобрить потому что урожай npc был неудобрен а также кстати еще наш поле созрела хотя то поле тоже наше имеют у то которое мы первые купили тут тоже растет канола тут правда и известь и пахота и удобрения тут в общем то все классно но это неважно погнали друзья магазин надо купить еще кое-какую технику а менеджер это нету приходи бери все что хочешь что нам надо купить друзья нам надо купить машину которая будет перевозить бревна точнее прицеп это будет вот такой вот 12 метровый прицепчик с автоподбором переделаны из стандартного стоит он всего 26000 моего покупаем и конечно же ему нужен будет грузовик отдельным опять-таки возьмем тяжелый тягач man и покрасим его в оранжевый цвет этот man у нас будет в принципе работать не только с ним потом в будущем мы еще купим прицеп для перевозки поддонов тюков вот этот вот с автоподбором тоже и в общем то это все будет работать на одном банем потому что по факту по автодрайву то это все дело работать толком не будет это все для ручной работы я думаю одной машины нам для этого вполне себе хватит я знаете ли на двух сразу ездить не умею такая вот прохладная история я смотрю тут много полей уже созрело на самом деле насчет контрактов как бы деньги у нас уже есть сейчас мы построим первое производство уже скоро и по сути дела будем выходить в доход именно таким вот нехитрым способом уже будем продавать собственную продукцию и контракты упарываться не мотая время уже смысла наверное не будет это значит что серии возможно будут выходить теперь чаще пойдем по старой но это правда спонсоров касается пойдем по старой схеме убрали урожай посеяли мотнули время до следующего черт я заблудился и тут гребаные эти рвы но вот но вот чё началось то вообще хотя раньше мы любили висеть на заборах так вот насчет контрактов может быть на уборку полей свободное время я какие-нибудь буду брать и может быть мы оттуда урожай будем тырить я его до этого продавал всегда лишний а сейчас может быть будем его оставлять себе и опять таки будем пускать это все дело в производство а поле кстати уже почти убралась это замечательно просто осталось пара проходок а этого товарища пока что паркуем сюда стой здесь никуда не уходи скоро мы с тобой поиграем тут осталось две проходки я думаю что это все влезет в этот самый комбайн поэтому переместимся вот сюда и этого отправим на поле 59 а он двигается к зс вообще ну вот есть пока заправляйся потом приедешь на это поле как раз тут все будет к этому времени готово мы пока ждем пока вот это вот дело до конца до убирается ну вот и все поле убрано поэтому этого товарища мы прерываем жатку ему мы отцепляем так и погнали переставим его на 59 поле это товарищ у нас пошел работать man как раз заправился уже ездить сюда в общем-то я надеюсь что они не будут нас отвлекать и все будет у них хорошо пускай убирают поле полями займемся чуть позже погнали разбираться с нашей лесопилкой а вот в общем то у нас тут есть территория и часть этого поля я отведу под лесопилку потом мы его подровняем оставим часть поля для урожаев ну короче сейчас все сами увидите в первую очередь нам надо поставить эту самую лесопилку вот такое гигантское производство и место она занимает на самом деле очень много вот в этот самый угол на моего сейчас и поставим как-то вот так вот бзды готова теперь всю вот эту вот часть вокруг друзья мы засеем травой с помощью волшебного терраформинга он только надо вспомнить как это делается трава плюс трава 2 это прям интересно что что-то такое короче трава пойдет то же самое в общем то быстренько зарисовываем вот это вот сидела травкой вот так вот и 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 ну что друзья как то вот так вот получилось есть еще въезды и выезды пока что мы тут заморачиваться не будем автодрайв сюда прокладывать тоже смысла особого нету и у нас осталось еще часть поля и вес на него тоже есть также вокруг есть еще небольшая полянка если что-то надо будет построить какое-то производство вполне себе можно будет это сделать именно здесь но следующая планирую ставить мельницу и как бы сюда оставить его я не хочу но здесь можно будет еще какой-нибудь склад разместить для бревен дополнительное производство поддонов или что-нибудь в этом духе значится что у нас тут есть у нас тут есть гигантская лесопилка вот сюда вот в эту вот лужу мы будем скидывать бревна и из этих самых бревен у нас довольно большое количество продукции может быть мы здесь можем делать пустые поддоны поддоны досок дсп плиты осп ну или щепу отдельно на самом деле все вот эти вот производства я хочу сейчас выключить нас сейчас интересуют только поддоны это мы оставляем работать остальное пока что нам не надо ну и в общем то давайте мы отвезем еще и бревна сюда запустим это самое производство где наш ман вот он наш ман вспомнить бы как им пользоваться но скорее всего вспомню знаете вот так вот припаркуем это чудо инженер и нажмем на волшебную кнопочку и на вот они бревна посыпались замечательно и шо и все это все что вы смогли мне накидать этого мало я не хочу 500 раз ездить но за раз мы здесь точно все не увезем что больше не запрыгивает на самом деле может быть тут уже просто есть некий предел ладно поехали отвезем вот это вот все вот это вот дело на лесопилку закинем чтобы производство работало интересно если я вот так вот припаркуюсь она будет высыпаться прямо в озеро черт не на ту сторону до высыпается все прекрасно некоторые бревна правда остались лежать на улице ничего страшного я человек сильный могу это все сам сгрузить так вот без дым и бросаем самый интересный вопрос это сколько же леса мы привезли мы привезли 84 куба это довольно много склад тут кстати большой на 2 миллиона литров то есть леса реально можно привезти прям очень много и все будет классно тут вот типа какой-то триггер насколько я понимаю эта площадка чтобы расположить здесь какое-то еще производство может быть какое-нибудь производство поддонов или тот же самый столярный цех потому что тут еще из досок можно делать всякие улья и еще много чего ладно по быстренького сейчас привезу все остальное и будем думать что делать дальше ну и в общем то вот она перевезли все бревна вот это вот все аккуратненько вот так вот скинем давай 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 падай еще вот эти вот огрызки тоже надо поскидывать пришлось ручками друзья грузить автоподбор такие вот огрызки не видит по сути дела их можно было бы там бросить но что-то как-то не захотелось блин без точки то не очень удобно знаете ли видимо глаз у меня косой хотя у меня на мониторе есть функция прицел поставить но что-то как-то тоже просто лень в игре то ее тоже можно включить так ты вот это вот дерево блин а вот как его отсюда достать значит вот так вот достали тоже целиком мы сюда закидываем и она исчезает еще осталось что это полено именно полено просто из которого можно буратину будет соштряпать бздынь и она тоже упал зло но 350 кубов мы привезли неплохо начались уже поддоны вырабатываться уже есть один куб один поддон с поддонами идет объемом 5 кубов вот такие вот поддончики будут появляться соответственно они здесь будут появляться и будем их выгружать вот на эту вот площадку можно будет их потом с помощью автопогрузки куда-нибудь отвести на нужное производство а еще одна вот эта штука осталась и и мы тоже выкидываем да вот видите здесь написано что здесь устанавливается производство палетов а там насколько я понимаю стрелярная мастерская я не очень силен в немецком но что-то мне подсказывает что здесь написано именно это давайте посмотрим просто может быть а ну как-то связано будет я потом обязательно это все дело протестирует не я посмотрю как это работает как минимум методом тыка в столяр и да судя по всему она здесь идеально вписывать а хотя нет она не идеально вписывается по размеру или идеально она идеально из вписывается по размеру Только, наверное, другой стороной. Да, вписывается. То есть вот сюда можно будет поставить столярную мастерскую. Давайте посмотрим еще и поддончики. Во, производство поддонов. Насколько я понимаю, оно идеально вписывается вот сюда. Эво как, видите? Ну, понятно, что я сейчас не повернул ровно. Но если что, можно будет сюда, в общем-то, это все дело добавить. Прекрасно. Значит, производство работает, пускай работает. В следующей серии уже будут поддоны. Поле у нас это уже почти убрано. Соответственно, друзья, за кадром я доубираю это поле. Внесу на поля известь, удобрение, всю вот эту вот каку. Вот это поле я перепашу культиваторами, этими чизелями. И, соответственно, засею. И в следующий раз мы уже с вами встретимся на уборке этих самых полей. Если будет свободное время, повыполняю какие-нибудь контрактики. Как-то так. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Если хотите смотреть серии заранее, или просто поддержать мое, извините за слово, творчество, это можно сделать на бусте, ссылочка есть в описании. Тем, кто уже это сделал, огромное спасибо за поддержку. Не забывайте писать комментарии, ставить лайкусики. Ну и, в общем-то, у меня на этом все. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok